Друзья, по традиции от вас жду ваши сочные лайки и классные комментарии, а я взамен их отлайкаю. Вы знаете, ребята, манал я эту жару 32 градуса на улице, это ж просто с ума сойти. Мне сейчас час просто в духоте записывать видос, потому что если я включаю вентилятор, то звук, сами понимаете, не очень хорошо будет сказываться. В общем-то, по названию видеоролика вы догадались, о чём сегодня пойдёт речь. Да, наконец-таки вы этого дождались. Обзор на Леонида Мессевича. Я, конечно, немного просрал тайминг, спустя неделю-полторы выходит обзор на эту карточку. Ну и по ценнику, конечно, я тоже нормально так въебался, потому что на тот момент, когда я его поймал, он стоил там 2 ляма 300, а сейчас уже меньше 2 миллионов. То есть на монетах я тоже объебался, это грустно. Просто скучный обзор делать мне не хотелось, поэтому я решил отдать дань своей старой олдскульной рубрике «Назад в прошлое». Лайканите этот видос и оставьте комментарий, если вы ещё с тех времён смотрите меня. Друзья, я неспроста сегодня сижу в футболке сборной Украины. Сегодня они будут играть против англичан, и я рискну и заряжу. В прошлый раз я не прогадал, против Швеции я затащил ставочку. А если вы хотите сделать свою ставочку по ссылочке, по закрепленному комментарию, вы можете сделать ставку моих спонсоров из компании «Бэтбум». Мой промокод принесёт до 2000 фрибетов, и не забывайте про крутую акцию, если ваша команда ведёт 2 мяча, то ставочка засчитывается автоматически как победная. А если вам нужны монеточки, ребята, мой личный сайт по продаже монет «Пандакоин» к вашим услугам. На воротах у нас будет стоять Терштеген. Тут вариантов было особо немного. Да, там был ещё какой-то Клаудио Браво, но Терштеген, наверное, сейчас больше ассоциируется с Барселоной, так как он больше матча сыграл за эту команду. На позиции правого защитника, ребята, у нас будет играть Замброта, наверное, не так сильно он ассоциируется с Барселоной, но так или иначе 85 матчей он отыграл в каталонском клубе. На центральном защитнике у меня будет стоять текущий игрок Барселоны Сержиньо Дест, он будет меняться местами с, собственно, Замбротой. Ну и, наверное, самый главный защитник, который ассоциируется напрямую с Барселона, это Коррес Пуёль, который был очень крут в реалайфе, но вот FIFA, сами видите. На левого защитника я сначала хотел поставить Альбу, но решил пихнуть Адамат Роуре, потому что он тоже в свое время играл в Барселоне, фоточка вот, тогда он был дрищеватый, конечно. Два крайка, ребята, и оба 5 плюс 5, это, соответственно, Неймар и Дембеле, вот такая вот красота. И куда же тут без Роналдинио? Конечно, он тоже будет в данной команде. Ну и, собственно, центр поля Барселоны Хави плюс Иньеста. Ребята, я не мог не собрать эту карточку, собственно, такой сквад сам по себе напрашивался, поэтому вот я собрал себе Иньесту. Карточка выглядит круто, я бы сказал, крутейшая даже, 5 звезд на финтах, статы все безумно крутые. Я надеюсь, что в самой игре он тоже будет тащить. Ну и Хави я арендовал на 5 матчей, в принципе, я думаю, мне этого вполне себе хватит. Ну и на заменке еще есть Боян, Видаль, Серхио Бускец, Дос Сантос, Ансу Фати, Суарес и Самоль Это. Так, ребята, у нас тут вышло интересное СБЧ, тройное улучшение 87+. Давайте, если вы досмотрите этот видос до конца, то в конце, собственно, пакетики я вскрою. Так, ребята, я немного заморочился, даже перформанс Хави нашел у себя в клубе. Естественно, текущая форма Барселоны. Номера по возможности дал, у кого там не пересекается. Ну и осталось самое сложное, кому дать капитанскую повязку. Месси, Хави, Несто или Пуйолю? Наверное, я дам Пуйолю. Все-таки он мне как-то побольше ассоциируется с капитаном. Так, ну и давайте смотреть на нашего первого соперника. Так, ну что, Великая Барселона. Давайте смотреть, как она будет играть в нынешних реалиях. И Несто, первая за него буду играть. Фига он ловкий. Ни хрена ты полетел, братишка. Охренеть. Так, ну вот сейчас прикол, конечно, мог получиться. Он, собственно, и получился. Терштегин, спасибо. Так, все, тики-така пошла, ребята. Чекайте, чекайте. Быстрые перепасовки. Оп. Блядь, нет, проебал быстрый мяч. Это, наверное, все-таки не та FIFA, где будет действовать тактика перепасовок. Поэтому, наверное, не там я решил заниматься этими вещами. Так, Хави. Продемонстрирую свой сумасшедший пас. Отлично. Конечно, Леонид Месси не может убежать от варана, но может забить. Может забить, ребята. Первым же ударом Месси забивает гол. Отлично. Хорошо. Первый удар, гол. Это уже неплохо. Ну ладно, я не буду делать вид, как будто я первый раз за него играю. Я за него уже около трех матчей сыграл. И, в принципе, остался доволен. Вот такую вот баночку он у меня забил. Сейчас вы где-то, Галешник, наверняка, этот видите. И вы, наверное, не сильно удивитесь, если я скажу, что мне эта карта понравилась даже. Но оставлять я ее у себя не буду. После этого выпуска я ее сразу же отправлю на трансферный рынок. Так, ну-ка, отдам от Раура. Покажи, что зря они тебя уволили из Барселоны. Блядь, ну с такими пасами, конечно, все-таки окажется не зря. Да нет. Да нет. Ну, защитка Барселоны. Лайк или дизлайк? Лайк. Со мной акул, что ли, блядь, играет? Так, ну вот вам и пуёль. Пытается бежать. Блядь, блядь. Ребята, одержать, одержать, спасибо. Иниесто. Дембеле на Инисту. Иниесто, Дембеле на Хави. Иниесто. Так, а что дальше делать? А можно вот так вот шандарахнуть. Охренеть! Что залетело, Иниесто? Что за гений на мече? Иниесто, конечно, меня сейчас знатно так удивил. Я долго перепасовался, не знал, что делать. И в итоге, бам, и всё. Я не знаю, я вроде как и никогда не был большим поклонником Барселоны. Но при этом есть какая-то романтика вот в сборке вот таких вот тематических составов. Ты в такие подкаты бросаешься. Так что да, добрый вечер, отдохни немножко. Блядь, блядь, опасно может быть. Ну как сейчас? Блядь, Терштеген! Это... Что за матч? Это лучший матч Терштегена в его жизни, мне кажется. Блядь, как вырезает Иниесто. Ребята, это просто шедевр. Это просто шедевр. Что сейчас сотворил Иниесто. Так, ну здесь кик-офф, наверное, скорее всего подъедет. Нет, не подъедет. Меня Терштеген с ума сводит просто в этом матче. Иниесто хорошо. Блядь, какой он гений. Какой... Блядь, ну сейчас голкипер, конечно, засейвил. Но, опять же, какой идеальный пас пошел от Иниесто. Я в шоке просто. Ну ладно, ладно, один гол ты, скорее всего, отыграешь. Хотя тут же у меня Терштеген стоит. Нет, все-таки. Не спас. Хорошо, 2-3. Вагина Монтука забивает мне гол. Давайте с центра вот так вот зарядим. Хорошо летел там. Ну что, 3-2. Барса выигрывает. Терштеген делает 9 сейвов. Я в шоке, конечно. Как это вообще возможно, чтобы кипер так хорошо стоял в этой игре? Ну и у Сэби я тут вижу. Хаверца, Ройса. Ну такая а-ля Бундеслига с двумя кумирами. Так. Так, Хави. На Роналдиньо. Блядь, Неймар, ты что ебанулся? Как ты так пролетел? Леонид. Леонид. Это что за скрип... А, ладно, хорошо, штрафной. Быстренько, быстренько. Пока он никого не поставил. Ой-ой-ой, опасно летел. Так, ей-ой-ой. Салах бежит. Салах дес догоняй. Блядь. Ой. Как... Как у меня защитник пролетел? Вот такой вот пас на Месси. Дембеле. Блин, какой отскок. Ну это чисто кик-офф. Тут даже говорить нечего. Весь центр проебался. Блядь, ИТРШТ. Как человек может в одном матче столько тащить, а во втором вот такое вот говно пропустить? Мяч очень слабо летел. Ребята, уже видели? Нужно тайминг выждать. Тайминг выждать! Леонид. Давай, Неста. Запускай Неймара. Бля, у него реально какие-то радиоуправляемые передачи. Как идеально они идут. Я просто шокирован. Шокирован. Так, ребята. На эту вечеринку теперь залетают Фати и Суарес. Давайте попробуем вместе с Суаресом выиграть эту игру. Бля, вот как мне поменять игрока? Какая охуительная игра. Как мне поменять? Почему кнопка не работает? Не работает! Я ничего не могу сделать. Блядь, какая убогая игра. Ну просто иди нахуй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Фуф. Повезло, повезло, ребята. Надо ценить такие моменты. Охуеть! Да иди нахуй! Ну что это за дерьмо? Ребята, мы должны забрать. Мы должны забрать победу в этом матче! Суарес! Суарес приносит нам победу. Не зря ты вышел. Опачки. А это Рейдж Куит. Блин, вроде и выиграл. Но у меня обида за две штанги, блядь, от Лео Месси. Опачки. А тут у нас тоже есть Линк Хави плюс Иньеста. Так, Роналди, у него хорошо. Хорошо! Найс! Соперник Киков хочет... Ебучий, ебучик! Что за удар? Там штанга аж сотряслась. Мне в руку вибратор отдался. Бля, почему Хави оказался на месте центрального защитника? Ясен хуй, он не догонит. Ну, блядь, ну это Габелло. Просто как? На! Вынимай. Хорошо. Один-два. Играем дальше. Веселый матч нас ждет. Я уже чувствую. Леонид! Ух-ух-ух, какой удар у Леонида, ребята. Это просто фантастика. Рил, удары у Лео Месси, это мое почтение прям. Держамба. Да держамба. Блядь, да сколько отскоков! Я в ахуе! Пиздец, как мне везет. Блядь, Леонид. Да я прям отсюда готов бить, серьезно. Давайте крутить. Давайте крутить. Ух, блин. Ну, блядь, да как ты пролетел? Ну, как ты так пролетел, брат, братишка? Вот объясни мне. Пиздец, как мне везет. Как мне везет. Ладно, хорошо. Везет сильнейшим, как говорится. Давайте. Суарес, Видаль и Серкей Бускетс на позиции ЦЗшника. Потому что Пуёль уже совсем не бегает. Да ебать, да что это за провал? Тихо, тихо. Блядь, ну вот вы это видели? Как в одно и то же время Торштегин может быть настолько охуительным и настолько куском говна, блядь? Так, уже, знаете, не все так радужно у нас. 3-2. Очень легко отыграть, поэтому я вот так вот делаю. И Суарес просто решил по небесам ударить. Почему бы, блядь, и нет? Что-то у меня плохое предчувствие. Я обижался без комментариев. А вот здесь вот Инеста выдает шедевральный пас и Луис. Суарес идет нахуй! Иди нахуй, Суарес! Просто пустые ворота дай ты файнасу, блядь. Инеста такой шикарный пас тебе вырезал. Все, ребята, 3-3. Это просто сумасшедший матч. Ну, типа, по-своему прикольный. Ладно, он тоже моменты много руинил, так или иначе. Но то, что сделал в конце Суарес, это прям позорище какое-то ебущее. Бля, ну вот это вот говно, конечно. Ой, подскользнулся на банане. Или что он там, блядь? Ну, типа, он мог нормально лечь, но как будто скрипт, смотрите, не сыграл. И он как-то наполовину упал. А Месси крут. Че тут сказать? Вы сами все видели. Тут большую часть матча отыграл за меня мой бустер. Но так или иначе, 36 голов, 36 матчей, 33 голевые передачи. Карточка прикольная, отличная. Тут даже говорить особо нечего. Просто крутая карта. Но не без своих минусов. Опять же, его правая нога это забейте. Скорость не максимальная. Всего лишь 86 скорость рывков. Ну и плюс стоимость 2 ляма. То есть, условно говоря, тот же Мартинез, мне кажется, не хуже будет играть, чем Лео Месси. Тем более, если он еще апнется. То есть, по сути, вы переплачиваете за имя и за линки. Ну а-ля некоторые люди готовы переплачивать за бренд, отдавая там за одежду. Какие-то баснословные деньги. И в принципе, окей. Ну и тут такая же история. Вы можете вот играть Мартинеза, который нахуй никому не известен. А можете поставить Лео Месси в состав. Все такие, вау. Да у него Лео Месси в составе. Короче, я думаю, мысли вы мою уловили. Ну что, ребята, всем респект, кто досмотрел данный видосик. Собственно, как я и обещал. Собрал я этот пак. Три игрока 87+. Собственно, давайте смотреть. Не будем томить. Надеемся и верим, что упадет хотя бы одна зеленая, маломальски интересная карточка. Зеленая. Есть! Хорошо, пожалуйста. Францевую какую-нибудь. Блядь. Ну это этот чел. Блядь. С Мартинез. Ну ладно, он у меня был в продаваемом варианте. Я сейчас махну его и продам, наверное, продаваемого. Куртуа и Абумьянг. Ну, слушайте, неплохо на самом деле. А у меня, ребята, ролик подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Если вы, в частности, фанат Барса. Может, где-то даже проностальгировали, так скажем, по олдскульным составам. Опять же, как я говорил, хоть я не являюсь фанатом Барса, но было прикольно поиграть за один из самых топовых сквадов. Мне без удовольствия, скажу честно, я это делал. Поэтому, если вам понравился этот видос, оцените его лайком, оставьте классный комментарий. И всем хорошего настроения. Чао, какао.